я я последний месяц и сейчас будет человек как пор в субботу цела армия попрощаться со мной положить оружие не положим у вас нет шансов я из вас живые ну почему то я не верю это было последнее предупреждение скажу да нафиг открой тогда эти просто пульнул с гранатометом все проблема решена а 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 У меня бомбанило А можно без мата? Если мы идем, я желаю вам взять эту паспорт Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто это писал, кстати? Видите, еще не забыл уроки литературы. И вообще, как я понимаю, урон нанести не могут. Ну, вертолет может, если захочет. Это же босс-вертолет. Прям, знаете, все постеряйте. Босс-вертолет, прям, просто все-все-все. Босс-вертолет, прям, просто все-все. Я не видел, что у меня граната есть? Сразу бы использовал Блин! Мне даже гнев походу не поможет Блин, их реально задолбали бросаться гранатами Нет, придётся второй делать залп из гранатомёда Блин, меня бесит когда ты стоишь из гранатомёта и вообще никуда не попадаешь Хотя толпина врагов стоит Ну блин Потому что нужно сначала огнемётчик, он же тебя жжёт постоянно Блин, это не так просто О, кстати Такой вариант я не предусмотрел Молотом в танк, я никогда не думал что это сработает Ну да, это работает О, блин Нет, ну я так и знал что завалят Нет, просто здесь реально сложные моменты Играет музыка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правда... Многовато врагов на квадратный метр... Включай... Можно чекпоинт, пожалуйста? Танк... Не качество паната... Мы было молотом не уничтожили... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На танке действительно, я чувствую, что я рэмбой, что я доминирую Субтитры сделал DimaTorzok Просто пушка его проткни, вот это был бы эпик Он что, он сделал то, что я сказал? Молодец Он это сделал, он смог Паровозик, который смог Танк, который смог, Рэмбо, который смог Там даже, даже поколотить нам не удастся главного, ну никак не главного, еще одного очередного злодея Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сердце у меня хорошее И война это плохо И пусть все битвы, в которых я принял отчасти, будут справедливыми Да, найти друга на войне это правильно, который, это хорошо, который будет тебя поддерживать, все такое, вот примерно это Да, мы сказали, в общем, все ребята, это вся игра была Ничего, ну откровения, я думаю, вы не ожидали, если вы смотрели все эти фильмы, я думаю, вы вообще знаете, что будет происходить Ну, что можно сказать об игре? Ну, в комментариях уже все все сказали Что, в принципе, довольно-таки плохо Довольно-таки плохо И я сочувствую тем, кто купил эту игру, ну, русские-то никто не купит В Европе, скорее всего, кто-нибудь купит И я очень боюсь, что у разработчиков появятся деньги на то, чтобы сделать еще какую-то игру Типа вот это, и вот меня это пугает Поэтому Эту игру, ну, вы поняли, покупать ее не стоит Я ее для вас прошел, помучился немного Ну, не так, чтобы сильно, знаете, бывало хуже Я встречал экземпляры похуже, чем это К примеру, Right to Hell Retribution Было, ну, несколько похуже из-за длины Из-за длины Right to Hell Retribution было несколько похуже А так, в принципе, игравильно тоже было А это... Ну, ну, не люблю я это вот такое Ну, насчет графики, в принципе, плевать В принципе, то, что там графика не подходит 2014 году Ну, плевать Это ладно, геймплей-то какой И сам смысл игры Не сюжет, я говорю, сам смысл Просто монорельсовый шутер И ладно бы, когда мы на вертолетах на танках Это я все понимаю Но, мне кажется, могли бы сделать так, что Рэмп сам мог бы бегать Тогда было нормально Тогда игра, кстати, была бы даже неплохой Мне кажется, получилось что-то типа Снайпер Гоуст Воря То есть, ну, не то чтобы плохо, но так играть можно Мне кажется, примерно так же было Для любителей мяса Вот идеально было бы Если бы можно было свободно бегать И на тебя бы просто бежали волны врагов И ты бы мог бегать от дерева к дереву и стрелять из огроменного пулемета Вот тогда было бы хорошо Монорельсы, которые сделали Я вообще не поверил, когда видел трейлеры Первый трейлер, который я увидел Там трейлеры, я не помню, один или два Я видел Вроде нормально Я подумал, вроде неплохая игра получается А по-своему, ну, графически вроде не очень Но так, в принципе, вроде неплохо выглядело А когда я увидел еще геймплейный ролик Вот где на лодке И я сразу понял, что это монорельсовый шутер Потому что я видел движение плавное В основном, как-то ты не бежишь никуда Просто перемещаешься И я сразу понял, так, это монорельс Я вначале не поверил Я подумал, ну, ладно, монорельсовый шутер Может мне кажется, может быть, это просто кто-то играет Там очень плавно и все такое Но я знал, что это монорельсовый шутер И когда я вот увидел, собственно говоря, я смог поверить в это И, слава богу, я не купил это на консоли А думал вначале А вообще вначале подумал, типа, ну, может купить Может быть, игра не такая плохая И все такое Может быть, мне даже понравится Но потом понял, слава богу, что я деньги за это не отдал Это недостойный денег За что? Тут нет за что деньги давать И это все, ребята Мы прошли всю игру Можете перепройти ее с другом Если хотите на одном компе То есть, знаете, если вы просто хотите с другом во что-то поиграть Да и, в принципе, на легком уровне сложности вы вообще будете богами Действительно, можно очень неплохо, мне кажется, поиграть Развлечься и все такое И тут еще написано Это длинный путь Пройдите историю Джона Рэмбо Один или с другом Это долгий Это не долгий путь, ребята Это 4 часа примерно Ну, на легком На легком это 4 часа В принципе, если вы поставите себе средний или высокий уровень сложности То вы часов 6-7 проведете Мне кажется Если вы, конечно же, не знаю У вас не скоростной Я не знаю, как это объяснить Просто если вы не снайпер реальный Не можете снимать цели Просто мгновенно, как они появляются на экране Тогда, тогда, возможно, пройдет вам будет легко Но я не такой снайпер, как вы могли видеть Но, в принципе, неплохо Знаете, если совсем нечем заняться Можно поиграть Но так Чтобы ждать эту игру и все такое Она вообще должна была быть, по-моему, полгода назад Примерно Или, там, полгода назад Но все откладывали, откладывали Точной даты релиза не было И я все думал Ну, дорабатывают, наверное Доделывают Я не знаю, что-то можно было доделывать Или дорабатывать Можно все было сделать только хуже В общем Спасибо за просмотр Пока, народ И подкастов Подкасты скоро будут Не волнуйтесь Далее у нас будет Или Костыльвания Лоза в Шеду Потому что, в принципе, уходит в один день Или же Thief Я не помню Там постоянно Я в одном месте вижу По-моему То ли в Европе раньше Одно выходит В Америке другое На консолях там третье На ПК четвертых Где-то еще Пятое Я даже не понял Что когда там выходит раньше Поэтому Ну, в общем По-моему, они обе выходят во вторник Эти две игры Или на консолях Костыльвания Лоза в Шеду В пятницу выходит Я вот это вот Не могу запомнить И без разницы, ребята То, что появится первое То и начну проходить Thief я купил Насчет Костыльвания А все-таки я думаю еще Я думаю Я никак не могу решиться Ну, купить не поздно Знаете, деньги Деньги примут Это не волнуйтесь Thief я купил Честно Потому что Подумал, что Ну, и русская озвучка есть Надо как бы Отдать дань Доу За это И вообще просто игра Выглядит хорошо Я бы хотел еще на Xbox One Сыграть Но я вот волнуюсь То, что русского не будет Я знаю, я прочел, что да Русский язык есть Но я волнуюсь Я понимаю, что он на диске То он будет, наверное Скорее всего Если диск купить там На Амазоне На Озоне в России То я уверен Русский будет А вот Я сомневаюсь Если я через консоль куплю Ну, к тому же Я уже на ПК купил Так что Будем проходить, ребята Thief на ПК Именно на ПК На компе Если кто не понял На всякий случай В общем, спасибо за просмотр И Я рад, что вы вытерпели Или не вытерпели Мне кажется Первая часть уже понятно Вот, кстати Первая часть прохождения Уже Можно понять все Просто Просто можно понять Зачем этот мир был создан И все такое Пока Субтитры сделал DimaTorzok